сейчас вы видите черешню интенсивный сад схема посадки 4 20 на метр восемьдесят через каждое десятое дерево каждое десятое каждое одиннестое по два опылителя тут стоит потому что сорт основной техлован он сам не самоплодный он стерильный значит на него надо два опылителя один чуть чуть позже засветает чем техлован другу чуть чуть раньше и получается перекрывается все цветки и королевские цветки которые ранее раньше засвели немножко которая позже засвели немножко и так по два опылителя через каждых десять деревьев по два опылителя там тоже целеста тут гедельфинген универсальные опылители значит техлован растет видите разложисто тут уже кэджи би не надо и испанский куст но это будет некрасиво не надо это делать а то статьи есть такие вот если сад на полукарниках подворьях то надо кэджи би или на обороте сильно высокорослых надо испанский куст но это все бред как растет сила и физиологически дерево так надо с ним поступать если тут широкие углы отхождения то лучше лучше делать акса такое есть или просто стволчатая моноось мы тут тут ярусов фактически нет все ветки боковые яруса тут нету но вы посмотрите при правильной обрезке какой урожай тут использована летняя обрезка плодушек но тут нагрузка если все будет нормально тут нагрузка сумасшедший ну где-то 30 килограмм с дерева а на одном гектаре тут 1650 деревьев умножьте на 30 килограмм вот вам 52 тонн из гектара понимаете когда меня слушали коллеги из голландии они поверить не могли потому когда приехали когда увидели бы за голову схватились вот этот подвой в сл 2 это уникальная вещь черешня не мельчает черешня хорошо плодоносит по газообразовательная способность прекрасная деревья здоровые держат удары морозы суховеи ну это не подвой это супер это вам не гизела это вам не пику 4 это вам не таболы добриз это вам не сл 62 это вам не виктор это вам не кап 11 все это для нашей зоны не подходит все подвои особенно гизелы но не подходят они в сл 2 и только в сл 2 и тут собираем большие урожай деревья все здоровы просто получаешь удовольствие